ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видеооператор, режиссёр документальных фильмов, арт-проектов и коммерческого видеоконтента. Говорить мы будем об очередном мероприятии проекта «Город в движении». Не первый наш эфир. Ну, вот, собственно говоря, мероприятие будет завтра. Давайте поздороваться. Добрый день всем нашим гостям. Всем добрый день. Ну, вот, кстати говоря, очень хорошо... Здрасте. Хорошо очень сочетаются наши две темы первого часа и второго часа, потому что гости наши замечательные пришли и говорят, у вас такая горячая тема была. Я говорю, да, потому что город-то в движении, всё у нас движется. И меняется. Да, и, собственно говоря, люди, которые приходили в первом часе, они точно так же, как и вы, товарищи, они считают, что они переживают за наш город, и это очевидно совершенно, и любят его, и критикуют его, и снова любят. И всё, что мы не делаем с разных сторон, они рекламой занимаются, да, вы занимаетесь там другими вещами, мы третьими, но мы всё, всё это о нашем городе. Всё это о нашем городе. Эти региональные радиостанции и отличаются. От нерегиональных радиостанций. От федеральных, что всё только о нашем городе, о нашем регионе. Так вот, действительно, мы поддерживаем тоже информационный проект «Город движений» и стараемся рассказывать максимально о наших мероприятиях, которые в рамках проекта проходят. И тоже в первом части уже сказали, что завтра будет очередное такое мероприятие. Гость здесь, собственно, спикер завтрашнего мероприятия, Александр Любашин, пожалуйста, с нами сейчас. И вот в ваши руки отдаём наш эфир. Рассказывайте, что ожидает горожан завтра. И где? Ну, собственно говоря, для нас такое самое важное событие, оно уже началось. То есть у нас сейчас как раз вот идёт уже вторая практически лаборатория проекта. То есть первая была в феврале. И вот сейчас мы снова все собрались, наши участники, много думаем, много говорим, скоро начнём много снимать. По-новому смотреть на город. В прошлый раз это был зимний город, сейчас уже почти весенний. Почти летний, я бы сказала. Да, практически уже летний. И завтра у нас будет открытая лекция. То есть для всех желающих, всех, кто хочет, даже не будучи участником лаборатории, прийти, послушать, поговорить, пообсуждать, мы приглашаем в наше творческое пространство лаборатории на открытую лекцию Александра Любашина. И будем говорить про интердисциплинарность как основу творческого процесса. Ой, ну давай, пожалуйста, попроще. Я даже не выговорю. Давайте расшифруем. Интердисциплинарность. Ну, расшифровать, я думаю, предоставлю, собственно говоря, Александру. У него очень большой опыт лаборатории, собственно говоря, и наша лаборатория тоже является таким интердисциплинарным процессом. Я тебя умоляю, пожалуйста, не ругайся. Потому что иначе к тебе придут только те люди, которые понимают интердисциплинарный процесс. А мы же всех горожан приглашаем. Мердисциплинарный проще. Давайте мы расскажем тогда устами Александра Любашина, что ждет завтра горожан, которых мы же приглашаем. Открыты же двери, правда? Дверь абсолютно открыта. Мы будем рады видеть всех. И основной темой нашего разговора будет заключаться в том, как разные художественные дисциплины, разные художественные жанры, это можно говорить разными словами, как они могут взаимодействовать друг с другом. Потому что все мы понимаем, что мы живем в мире, который постоянно находится во взаимодействиях. И каким образом выстраиваются эти взаимодействия, каким образом в XXI веке выстраиваются эти взаимодействия, об этом будем говорить. Спасибо. Продолжаем разговор. В самом деле это действительно очень такая, с одной стороны, сквозная и общая тема для всей современной культуры, поскольку она вся находится на каких-то границах, диалогах между разными жанрами, разными видами искусства, творчества, когда проникновение происходит из искусства в науку, в социальную деятельность и туда и обратно. Вот где-то на пересечении разных жанров, видов дисциплин, видов деятельности просто происходят какие-то новые высказывания. Хочется чуть-чуть добавить. Если такую метафору сложить, то если раньше мы выстраивали границы между дисциплинами, вот это вот, только вот это вот, искусством литературы занимается только вот этим, живопись занимается только вот этим, то сейчас мы выстраиваем мостики между этим, не выстраиваем границы, не пробуем ломать эти границы, а пробуем выстраивать мосты, через которые мы можем переходить в одну дисциплину, в другую, чтобы эти мосты были нам удобными, приятными и, главное, полезными. — До первого перерыва хочется напомнить нашим слушателям, почему вся лаборатория ваша, весь этот проект, каким образом он скажется на нашем городе, как ты считаешь? Почему туда нужно прийти или можно прийти? Что человек получит завтра? — Я думаю, что любое взаимодействие с городской средой, а их сейчас очень много происходит, действительно сейчас не только наш город, а вообще какой-то бум различных урбанистических движений, то есть люди начинают обращать внимание на то, что такое городская среда, как с ней работать. — У нас пока не бум ещё. — Ну пока не бум, но интерес к этому намного больше, если сравнить 2-3 года назад и что-то происходит сейчас, то есть гораздо чаще поднимаются все эти темы, гораздо больше об этом говорят, но мы забываем о том, что большое значение имеет не только то, что делается в этой среде, а то, как она воспринимается, то, какое отношение у людей к этой среде. То есть вопрос не в том, какая лавочка стоит у подъезда и ни в какой цвет покрашены стены дома, а в том, как мы относимся к этому месту. И вот эта пресловутая такая дилемма между чисто там, где не мусорят или там, где часто убирают, то есть вопрос от отношения, то есть если мы к этому месту хорошо относимся, то, соответственно, мы ведём с ним соответствующе, то есть как-то хорошо, бережно и так далее. — И не мусорим и убираем. — Да, и вот это отношение, оно тема очень сложная и которой, наверное, невозможно говорить каким-то синтетическим языком или даже вербально сложно сформулировать, что же мы чувствуем по отношению к городу, в котором мы живём. — Буквально вчера вот на лаборатории мы ходили, у нас был такой тренинг, мы ходили, разговаривали, пытались что-то там говорить. И меня, естественно, поскольку эта тема для меня важна, вот я начала говорить про восприятие города, это очень сложно вербализировать вот это отношение. И тут нам на помощь приходит искусство, где с помощью каких-то визуальных кодов, языков, образов мы можем передать то отношение, те эмоции, те чувства, которые вызывают у нас место, в котором мы живём. — И вот благодаря этому проекту, итогом которого станет выставка, проекции наших видеоработ в городской среде, мы хотим людям наше видение как-то напомнить им о том, что они в этом городе не просто переходят от точки А в точку Б и видят какие-то неприятные или приятные вещи, они в нём живут. — И могут что-то менять. — И могут что-то менять, могут что-то чувствовать. — Или наоборот, сохранять, не менять. — Да, просто то, что они это видят, чувствуют, осмысливают, что эти места связаны с нашими эмоциями, с нашим переживанием, нашим жизненным опытом. Там не просто лавочка, лавочка, на которой там первый поцелуй был, там не просто дорога, а дорога там на работу или в садик ребёнка повёл в первый раз. Ну вот какие-то такие вот вещи, они делают этот город тем, что он для нас имеет значение, а не цвет, форма каких-то предметов. — Вот эти люди, которые приходят на ваши лекции, лаборатории, они попадают в кадр, они собирают, они будут в итоге в этой выставке, в этих фильмах, в которых собираетесь снимать. Я смотрю на Дину сейчас. — Да, у нас мы не делим людей на тех, кто снимает или тех, кто там двигается, участвует, видит. — Я со своими переживаниями к вам приду, я напишу эту историю? — То есть могу поучаствовать? — Да, вы её напишете, а потом мы её вместе над ней поработаем и переведём уже её язык пластичный, визуальный. — И её увидят все горожане в итоге, по проекту, осенью. — Да, да. То есть сейчас мы делаем упражнение, сейчас мы нарабатываем какой-то инструментариум, мы работаем над тем, как это делать, какие идеи, как возникает идея. То есть мы сейчас просто набираем инструменты, а потом ребятам, у них будет время, чтобы они каждый сделал свою работу. То есть с нашей помощью мы их там поможем им довести до ума. — До ума. — До ума, да. И вот уже осенью это будет такая презентация. — А какие ребята это делают? — Вот, которые приходят к нам на лабораторию, которые пришли участвовать. — Участники проекта, да. — А вы говорите, ребята, в основном молодёжь приходит? — Ну, я всех называю ребятами. — Отлично. Я видела разных людей. — Да, нет, там возраст, там разный возраст, там, начиная вот у нас с 16-18, самые младшие, да? — Да, да, да. — И где-то около, кто у нас самый старший, Оля, там 40, да? — Ничего себе, я самая старшая. — Видимо, дети, нет, ты ещё не пришла. — Я видела людей, которым там далеко за 40 и даже за 60, на самом деле. Вот единственная, я признаюсь, единственная лекция, на которой я была, Даш, на твоей, она как раз была посвящена арту городскому, да, и ты приводила, в пример, города Европы. И Америки, и там я пришла вдохновлённо, потому что до этого моя любимая подруга и коллега Анна Лапшина была в Америке осенью и рассказывала взахлёб о своей любви к Чикаго. И вот как раз Чикаго, который ты мне показывала, я совершенно по-другому восприняла, потому что если бы не Аня с её историями, горящими глазами и задумчивыми иногда там выпадениями из реальности, я бы, наверное, так не восприняла вот твою историю с Чикаго и примерами. Это всё про переживания, потому что я вот пережила через Аню, сама я в Америке не бывала, там, только Канадой касалась, там, в Америке, да, потом через тебя, который я хорошо, я надеюсь, ну, с какой-то точки зрения знаю, потом через вот те арт-объекты, о которых ты рассказывала, пространство, которым наблюдаем там в Европе. И да, и ты идёшь после этого по улицам Кирова, которые, может быть, с утра тебя злили, потому что утром опять выехал, опять песок, опять эти бури, опять эти шкалики. И ямы на дорогах. А вот выходишь после лаборатории, идёшь и думаешь, а вот этот фонарь, вообще-то, я его наблюдаю здесь 20 лет, это же офигенный арт-объект, ну, и вот правда, у этого фонаря, значит, и ты, ну, а вокруг вот это вот ещё, и здесь вот то, и ты совершенно по-другому это место воспринимаешь, и тебе хочется его сохранить. Да, я просто хочу подтвердить, есть такой один прекрасный видеофильм нашей участницы, лабораторист, которая развила интердисциплинарность, она сама живёт в Германии, её зовут Далия Циппер, она делала по заказу Берлинского фестиваля света один интересный видеопроект, который заключался в очень простой идее. Уличные фонари, она их снимает с определённого ракурса, она подключает контактный микрофон и снимает с них звук. И дальше она монтирует его таким образом, что первые пять минут фильма ты смотришь и думаешь, ну, уличные фонари, ну, ладно, ну, хорошо, пусть будет. Но через пять минут начинаешь включаться, начинаешь переживать за этот уличный фонарь, разные уличные фонари, переживать за них, как будто ты сам стоишь, светишь и наблюдаешь за всем происходящим вокруг тебя. И вот эта эмпатийная связь, которая случается с простым абсолютно объектом, который иногда ты не замечаешь, она приносит такой опыт переживания, который никогда не получишь ни в театре, ни в другом кино, в художественном, в игровом. Это было для меня одно из потрясений за последние два года. — Совершенно верно. Это же наблюдатели, которые на нас смотрят. А еще кто поклонник Нарнии, тот должен понимать, что каждый фонарь — это да, это переход в другой мир. Сейчас мы прервемся буквально на полминуты и продолжим разговор о завтрашнем мероприятии, которое пройдет в рамках проекта чудесного совершенно «Город движений». — Можешь сейчас прямо, Аня, рассказать о воспоминаниях своих. — Ну, это такая не совсем моя история, поэтому, наверное, очень коротко я вспоминаю своего коллегу, который уехал когда-то в Москву, и первые полгода, когда он там жил, — Назови его, он не знает. — Да, Дмитрий Дилинский, мы работали с ним вместе на радио Марии. — Его голос до сих пор звучит иногда. — Да, бывает, бывает. Дмитрий рассказывал, что первые полгода, когда он жил в Москве, он не очень понимал, чего ему в этом городе не хватает. Вот вроде всё вокруг есть, да, всё немножко другое, конечно, чем в Кирове, но тем не менее. А потом, говорит, я понял, мне не хватает моей истории в этом городе. То есть что вот на этом перекрёстке конкретно, там, да, я встречался с каким-то своим там школьным другом, да, здесь мы с ним договорились, встретились, пошли, не знаю, там, ловить рыбу, ещё что-то делать. И ты идёшь по Кирову, вот, и практически в каждом месте, где ты был когда-то, да, ты вспоминаешь, а вот здесь было это, а здесь было то. — Что-то упало. — Светлана? — Светлана? — А, ну, понятно. — Город в движении, Светлана, город в движении. — Что-то большое. — Так, давай мы всё-таки слово предоставим Александру и Дине по поводу завтрашнего проекта. Давайте мы всё-таки чуть более подробно расскажем, что людей ждут. — К нам приехал целый преподаватель Академии русского балета имени Вагановой. — Хорошо, не Поладина. — Да, в город Киров приехал. Александр, сколько времени вы в Кирове уже находитесь? — Ну, в этот приезд я нахожусь в Кирове второй день. — А сколько раз приезжали уже? — Ох, это долгая любовь с Кировым у меня длится в течение нескольких лет. — Да, потому что здесь был выпущен спектакль с Ириной Брежневым с проектом «Миграция. Неуместная красота» в театре на Спасской. Здесь был снят первый за долгое время после перерыва у нас одинный видеофильм, который назывался «Доверие». Здесь же много друзей, которые прекрасны, с которыми мы дружим, и вот как-то это всё продолжается, и, слава Богу, я очень рад. — Вот ваши ощущения, то есть если вы уже не первый раз, Кира, и вы тоже какую-то свою историю здесь пишете, да, вот ваши ощущения их, может быть, развития от первого своего приезда до того, что сейчас вы делаете вместе с Дашей по поводу нашего города или вашего уже тоже города? — Для меня Киров каждый раз открывается с новой стороны. Даже сегодня мы вот ездили в доки, смотрели, как поднимается вода, и для меня это каждый раз некое открытие с другой стороны, потому что каждый раз я приезжаю в разное время года, и это абсолютно новая картинка города, это абсолютно новое восприятие, и каждый раз это по-разному. И сказать, что я сложил эту картину до конца, это нечестно, потому что для меня она каждый раз открывается по-новому, я до сих пор складываю этот пазл, как и что на меня влияет, и каждый раз очень тёплые впечатления, тёплые ощущения. И для меня такой город вдохновения, если можно сказать, потому что здесь много прекрасных людей, с которыми сидишь по утрам, пьёшь чай, как сегодня утром, и для тебя просто какое-то неимоверное количество творческих идей начинает приходить, которые хочется сразу реализовывать. — А ваш родной город какой? — Мой родной город Череповец, Вологодская область, Северсталь, и, как мы шутим с друзьями, чернометаллургическое гетто России. — И в этом гетто ваше любимое место какое? — Ох, в этом гетто, моё любимое место, есть такая соборная горка в этом месте, откуда начинался непосредственно сам город, там стоит церковь, и вот это, наверное, самое любимое место, когда я туда приезжаю, мы постоянно с друзьями, либо я один уже там гуляем. — А в Кирове уже появилось такое место? — В Кирове такого места пока нет, потому что мы вот постоянно находимся. — То есть где люди, там и любимое место. — У меня есть любимое место, вот самое любимое, наверное, которое, если я не был в этом месте, то это мастерская художника Катя Андреевой. — О, да. Ну, конечно, ТЮЗ. — Это театр на Спасской. — Ну да, в ТЮЗе, в театре на Спасской. Мы тоже туда очень любим захаживать. Дина, те же самые вопросы к вам. Вы в который раз в Кирове? — Я, наверное, третий, четвёртый. — Третий? — Третий раз? — Третий раз? — Третий раз, Александр. — Третий раз, Александр, забрасывает. — Мне тоже сложно сказать про мой Киров, потому что он тоже открывается, и мне очень интересно находить либо какие-то отклики с городами детства. Например, там недавно мы гуляли, и во дворе я увидела голубятню, которых очень мало где везде осталось. У меня такая же была голубятня в моём детстве, ну, поменьше была. — А в каком городе? — Я родилась в городе Находка, это Дальний Восток. — О, как далеко. — Да, это очень далеко. Потом я жила в Поволжье, там тоже в детстве. Вот, то есть находить какие-то эти переклички и, наоборот, находить что-то новое, потому что центральная часть Кирова для меня совсем, у меня нет никаких ассоциаций, потому что в таком городе я не жила и только приходилось бывать. Поэтому мне интересно вот эти и соборы, и монастыри, то есть они для меня открываются по-новому, все эти улицы. — Маленькие домики, дворы. — Да, маленькие домики, вот эти дворики, деревянные строения. Поэтому тоже, да, это какие-то постоянные открытия. — Люди, которые приходят вот даже на твои мероприятия, это всё-таки уже сформировавшаяся такая команда? Или всё время новые приходят? — Я думаю, что можно говорить о том, что у нас появился некий такой костяк, то есть людей, на которых вот прямо вот держите, которые вот постоянно участвуют. — Я хочу понять, что это за люди? Вот сейчас мы Александра так вот нарисовали, Дину, но тебя рисуем каждую неделю буквально в этом эфире. Расскажи, кто эти люди? — Самым говорящим будет, вот когда мы объявляли конкурс на участие в лаборатории, на сбор заявок, перед этой лабораторией мы делали дополнительный набор, то есть у нас три новых человека появилось на второй лаборатории. Я думаю, самая говорящая фраза, вот там была заявка творческая задача, мотивация, почему вы хотите участвовать, большая часть всегда пишут, мне интересно или я хочу попробовать. Поэтому это люди, которые, некоторые имеют какой-то опыт хореографический, есть фотографы, есть художники, кто с неким визуальным опытом, да, но для них, для всех это очень новая тема. И им всем хочется попробовать что-то новое. Вот мне кажется, это объединяющее качество, то есть такая открытость и готовность к тому, чтобы узнать что-то новое. — Ты поняла, Аня, вот ты сейчас вот сидишь, слушаешь, ты поняла, что завтра будет происходить в рамках междисциплинарного интегративного семинара, который проведет Александр Любашин? Он будет заставлять танцевать, петь, рисовать, разговаривать, что он будет делать? Ты поняла? — Я не поняла. — Вот, я целых 20 минут пытаюсь выяснить, что будет завтра всё-таки. Вот пока Аня не поймёт, мы вас не отпустим. — Хорошая провокация, спасибо большое. На самом деле будет такой мой личный исторический экскурс, потому что, немножко расскажу предысторию всего этого, почему мне это интересно. Два с половиной года назад Гёте-институт города Санкт-Петербурга проводил интердисциплинарную лабораторию, которая называлась «Поверх барьеров». Они пригласили участников из постсоветского пространства, были из Белоруссии, из Украины, из Грузии, из России, художники из разных дисциплин. И мы в течение определённого времени общались на тему, что такое интердисциплинарность, и пробовали во всём этом разобраться, и как у нас это получается. К сожалению, нам не хватило времени разобраться, как это бывает обычно, и я предложил такой проект, который бы подводил непосредственно к практике интердисциплинарности, не просто в теории, просто сидеть разговаривать, и каким образом мы можем обмениваться нашими навыками, умениями, знаниями в наших дисциплинах с другими дисциплинами. Меня поддержал художник, музыкант, и он художник, Алексей Шмурак, он композитор, прекрасный композитор, он пишет академическую музыку, и пишет музыку абсолютно странную, иногда абсолютно сумасшедшую. Такой художник в большом слове, с большой буквы, или большими всеми буквами, художник. Вот, и он поддержал меня, и мы подали на грант Гёте-института, и Гёте-институт уже Мюнхена поддержал нас, и мы провели такую первую лабораторию в Мюнхене. Мы пригласили четырёх участников из города Мюнхен, это были разные четыре прекрасных девушки из разных дисциплин, это были перформерши, это были инсталляции, это было видео, фото. И провели такую лабораторию, когда у каждого художника был один день рассказать то, каким образом он создаёт художественный продукт. То есть, предположим, если у нас сейчас есть с вами раз, два, три, четыре, пять, шесть человек в этом прекрасном помещении, я рассказываю за день, как создать танцевальную работу. И в конце танцевальной работы вы обладаете инструментарием, который позволяет вам сделать танцевальную работу вашу. Самостоятельно? Самостоятельно, безусловно. О качестве мы не будем говорить, потому что это всегда субъективная история, но, по крайней мере, вы можете собрать её, дальше можно уточняться, доделывать, развивать, переделывать, дальше уже такой технический процесс идёт. И также каждый из художников предлагает такой же набор инструментов, и таким образом через шесть дней мы обладаем набором из шести разных дисциплин, и думаем, как мы можем сделать продукт, интересный нам, который мы никогда не пробовали. И в первый раз мы сделали разные такие маленькие группы между нами, и мы с Лёшей, как раз у нас получилось, что мы с ним стали работать, нам стало интересно, мы стали работать над такой инсталляцией, как создаются художественные работы, над такая инсталляцией стратегии. Вот завтра я буду про это немножко рассказывать, в таком теоретическом экскурсии. Возможно, что мы завтра и попробуем на практике каждый из нас, потому что все мы являемся в той или иной мере художниками. Вы являетесь художниками слова, мы являемся художниками тела, кто-то является художниками текста, кто-то больше работает с пространством, кто-то больше работает с техникой. У каждого есть своя дисциплина, в которой мы создаём продукт в большом понятии этого слова. И вот каким образом создаётся этот продукт с помощью других дисциплин, с помощью инструментов других дисциплин, вот завтра я буду рассказывать. Помимо этого, мы провели лабораторию, нас опять же поддержал Георгий Институт, мы провели такую лабораторию в декабре месяце в Ташкенте, и вот буквально две недели назад закончилась такая лаборатория в Киеве. Прекрасно. Ну вот не зря вы посмотрели в сторону нашего звукорежиссёра Дениса Князева, потому что он не просто техникой, не только техникой владеет. Он прекрасный действительно звукорежиссёр, и в театрах наших тоже работает. Денис, ты слышишь нас? Что завтра вполне себе для тебя тема тоже. И несосредоточен он работает. Да, я минуту для меня маленький комментарий о том, что завтра у нас будет... У них уже не первая открытая лекция в рамках этого проекта, но она будет особенная. В отличие от всех остальных, где мы в такой академической аудитории сидели, разговаривали за партом, завтра будет возможность всех подсмотреть за нашим практическим времяпрепровождением. То есть мы, по сути дела, приглашаем на такой вот открытый мастер-класс лаборатории. То есть там не будет у нас стульев, мы будем сидеть на матах, наверное, на полу, будем свободно общаться, будем что-то, наверное, двигаться, что-то пробовать делать, говорить. То есть завтра вот всем, кто кому интересно посмотреть, как проходит лаборатория в городе движения, вот welcome завтра в инженериум. В инженериум. В инженериум. В Гетербурге заговорили, да, с придыханием таким. Итак, в Кирове состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Город движений». Завтра в инженериуме в 7 часов вечера в 335-й аудитории будет проходить мастер-класс, который проведет Александр Любашин, преподаватель научно-творческой лаборатории Современных форум танца Академии русского балета имени Ваганова. Александр у нас в гостях. Дина Верютина там будет присутствовать, видеооператор, режиссер документальных фильмов, арт-проектов, коммерческого видеоконтента. И, конечно, Дарья Ткачева, организатор всего этого движения в нашем городе тоже. И каждый пришедший туда сможет наблюдать, как на практике реализуется, воплощается, обдумывается. Как рождаются художественные проекты. Не просто наблюдать, но еще и, возможно, попробовать, как это можно делать. Да, при желании, правда же? Конечно, никто не заставляет. Вот Даша говорила до перерыва, что... Вот я все спрашивала, что же объединяет тех людей, которые к тебе приходят, кто они, эти люди? Потому что я вот когда была на лекции, это была такая разношерстная совершенно аудитория, там были студентки, которые сидели у меня за спиной и говорили, ну, ты что там написала в своей работе? А вот браслетик у меня вот этот, ты знаешь, показывает столько шагов, еще фитнес. И тут молчат, и что-то записывают. Какой-то ерундой занимаются. Я соборачиваюсь, у меня еще, видимо, мой опыт училки такой срабатывает. Я так оборачиваюсь строго, смотрю, что они там пишут у себя в записочках. Они пишут вот с твоих слов что-то. Они успевают все, ты понимаешь? Они и браслетики обсудили, и там то-сё, и еще успевают все конспектировать. Я вспоминаю себя студенткой и понимаю, все хорошо. Все идет хорошо, все как нужно идет. И есть там люди, которые, конечно, люди и моего возраста, самых старших за 40, как сказала Дина, и постарше есть гораздо-гораздо. И мне очень нравится, что все они, вот когда идет такое общение, все они задают вопросы, они рассуждают, даже вот меньше задают, чем вот рассуждать стараются. Но ваш проект на это и направлен, правда, Александр? Абсолютно верно. Вчера у нас была прекрасная лабораторная работа, которая как раз заключалась в том, чтобы обозначить границы для нашей аудитории, с которой мы собрались, обозначить границы, что такое видео, что такое танец, и в этих границах найти свой собственный интерес. Этим занимались мы вчера, и вот будем продолжать и сегодня, и завтра. А вот эта история, на самом деле, тем понятнее, что она очень популярна сейчас и действительно важна, для любого человека, который как-то пытается самовыражением заниматься, потому что вся наша жизнь в соцсетях и на Ютубе, это, собственно, практика применения, которую вы завтра дадите. Потому что если люди вот так самовыражаются, а сейчас не только молодежь это делает, ведет свои блоги, пытается снимать какие-то фильмы о своих ощущениях и себе не обязательно продавать, вот самовыражаются все-таки люди, не обязательно продающие блогеры какие-то, люди, а вот того потенциала там накопленного не хватает, когда же ты говоришь, чтобы открыть рот, открыть глаза и выразить свои чувства, даже по поводу собственной лавочки, которая у твоего дома находится, ты не можешь выражать эти ощущения. То, чем вы занимаетесь, это возможность высвободить себя, освободиться от вот этого зажатия вот этих тисков и оков и в конце концов рассказать, что ты чувствуешь, передать это чувство другому. Я думаю, тут еще очень важный момент, что мы часто можем не понимать, насколько сложно бывает сделать это высказывание. Вроде смотришь какую-нибудь работу, ну что там, просто что-то сделано, вот сняли там фонари, там еще что-то такое, да, вот все здесь просто. Но вот понять, как вот работает высказывание, как оно формулируется, как вот оно оттачивается, как вот про скульпторов говорят, отсечь все лишнее, да. Вот сформулировать так, чтобы это было понятно не только тебе, то есть ты свое сказал, но что-то было считано другим человеком. Вот тот огромное количество инструментария, который вот для этого нужен, вот мы именно этим и занимаемся на каждой лекции, на каждой лаборатории, вот везде, везде, везде пытаемся вот научиться это делать. Да, мне кажется, еще важным моментом, что мы лучшим помимо этого инструментария еще брать ответственность, потому что если безответственно подходить к чему-то, мы все прекрасно знаем, что из этого получается. А тут ответственность не с точки зрения того, что я как паровоз буду тащить все на себе и что-то делать, а как раз это будет про завтра как раз в лекции, тоже подвожу так потихоньку, провоцирую вас всех, и как раз это будет говориться про завтрашнюю лекцию и то, чем мы занимаемся в рамках всей лаборатории, потому что в прошлый раз, в прошлый приезд в декабре мы как раз и учились, каким образом мы можем разделить зону ответственности между другом, брать эту ответственность и продолжать внести ее, привнося что-то другое, и чтобы эта ответственность не мешала другому человеку, а чтобы она помогала нам всем вместе на общее дело. Да, ну наши мысли и высказывания меняют пространство, конечно, мы должны нести ответственность. И вот, кстати, про фонари возвращались все время. Эта тема еще не раскрыта в городе Кирове. Эту идею можете брать с нашего эфира, Дарим, что называется. Даша. Я еще хотела сказать, что будет возможность подсмотреть первые наши опыты, результаты. У нас близится музейная ночь, 19 мая. Музеи откроют свои двери. И уже почти традиционно, уже второй раз, двери откроют инженериум, и ВИАТГУ представит свои игры в музей. И так как ВИАТГУ является одним из важных партнеров нашего проекта, мы в рамках музейной ночи покажем такую видеоинсталляцию, видеопроекцию с работами наших участников. То есть уже промежуточный материал мы можем увидеть. Да, да, да. Уже некоторые результаты появляются, и мы, я думаю, будем готовы их представить. Ну, подробную программу Ночи музеев еще мы дадим на следующей неделе. Конечно, ну, у нас уже был ВИАТГУ художественный музей, кто рассказывал, да, на следующей неделе к нам точно придут энергетики. Это плюс. Да, это плюс, расскажет. Вот, про инженерию мы обязательно тоже поговорим, про остальные музеи, я думаю, постараемся, да, и общую программу тоже дадим. Что, где, когда, во сколько, куда приходить. Вот, я во время Ночи музеев всегда в замешательстве нахожусь, потому что это примерно одновременно происходит в разных точках города. И ты не знаешь, куда бежать, и в итоге тоже никуда не ходишь. Выслушал здесь всех подробно в студии и сказал, а, хорошая будет Ночи музеев. Всё, да, пошла домой. Да, ну, давайте еще Дине дадим слово. Дин, вот у меня такой прикладной вопрос. Я, видимо, еще под впечатлением от первого часа нахожусь там, да, рекламы в нашем городе и про наш город и прочее. Вот, скажите, такой видеоконтент, который создаётся на основе подобных лабораторий. Он ведь не просто ради прекрасного может быть создан, да, он ведь вполне себе может иметь прикладное значение, потому что мы много очень говорим о брендировании, позиционировании, продвижении города. Мне бы хотелось как тельцу, честно признаюсь, чтобы всё, что вот там Дарья вместе со своими соратниками, и вами, и гостями создаёт, оно имело некое практическое применение, чтобы действительно это движение, оно вот так вот, не просто в канву там вплеталось в нашей поседневной жизни, а всё время вот какое-то прорывные такие были моменты. Вот то, что люди делают, то, чему они научаются, можно использовать в таких прикладных вещах? Конечно, можно, и мы говорили об этом, пока Александр ещё не приехал. Первые два дня у нас были посвящены тому, что мы вспоминали предыдущую лабораторию, а второй день я показывала европейские работы, привезённые мной с фестиваля, где была наша с Александром работа в Хельсинки, тоже именно видеотанца. И как раз у ребят, у них у самих возникал вопрос, что им самим хочется уходить не только, делать эти работы не только о личных впечатлениях и переживаниях, ну, как мы говорили, да, там от пространства, от каких-то там мест, а какую-то делать ещё, может быть, социальные туда вкладывать посыл. Поэтому это у них уже у самих есть эти мысли, они сами над этим работают. И в том числе я тоже рассказывала про одну, очень интересно, сделанную в жанре видеотанца работу из Бельгии, она была очень простая, где был персонаж, девушка, она ходила по городу с подушкой и ложилась спать на велосипедах, стоянка с велосипедами там на какой-то улице. Ну, то есть вот это была социальная история про эмигрантов, которых очень много сейчас в Европе, то есть вот они так решили вот такую танцевальную работу и показать просто как человек. И взаимодействие с людьми, и это всё снималось скрытыми камерами, и как люди просто прохожие реагировали на эту девушку с этой подушкой, это было такое очень интересное по взаимодействию и документального, и художественного слова. Поэтому, в принципе, да, то есть мы даём вот эти инструменты, а как ребята, куда, ребята, как участники лаборатории захотят в какую сторону двинуться, это уже... То есть это поле дофициального эксперимента. То есть такое творческое высказывание на злободневную тему получается. Да, это может быть, почему нет? То есть если это... Мне кажется, что очень важный вопрос, что такое практическое. Если с помощью этого зарабатывать деньги, это одна история. А с точки зрения того, что мы тем, что создаём, можем поменять и сделать город в движении, а не просто город в статике, то тогда как бы это тоже практическое применение. Да, я вот скорее о втором спрашивала, спрашивала Дину. Потому что мы сами этим всё время занимаемся, как-то не коммерциализируем. То есть это не про деньги, а про изменения. Да, про изменения, конечно, я думаю, что это, конечно, может быть. То есть эти инструменты восприятия, то есть делать продукт, чтобы он вызвал какое-то сопереживание, восприятие, изменение взгляда на что-то, конечно, можно. Да просто задуматься заставил. Да, или заставил задуматься, или почувствовать что-то. Одна из прекрасных теорий, что такое современное искусство, заключается в очень простой формулировке. Если интертеймент, шоу, всё занимается тем, чтобы удерживать внимание, и это самое главное для него — удержать наше внимание в течение какого-то определённого количества времени, то современное искусство занимается постановкой вопроса, как мне к этому относиться. И это достаточно простая задача, но достаточно сложная. Потому что если мы останавливаемся на какое-то время и создаём новые каналы восприятия этой информации, значит, мы переосмысляем весь наш собственный опыт. Не кто-то нам его даёт. То есть когда мы идём в элементарь, мы прекрасно понимаем, как относиться к тем или иным работам. Когда мы встречаемся с современным искусством, нам нужно сформировать свой собственный канал восприятия этого. И этим мы тоже пробуем заниматься. Светлана? Нет, я про отношения к этому. У Светланы жаль, что не работает камера у нас сейчас. Светлана очень одухотворённое лицо просто. Нет, я себя просто каждый раз перенастраиваю. И у меня есть такой инструмент, который меня всегда настраивает. Это моя дочь. Это когда бывает, ты едешь с ней на машине или идёшь, и думаешь, а, тут вот это, я с этого начала, она сегодня что-то не фирма. Ла-бла-бла. Она говорит, мам, давай отнесёмся к этому по-другому. Давай ты вот, значит, ты не злишься, потому что там тебе всё не нравится, ты обвиняешь кого-то, потому что ты относишься бережно. Ну вот посмотри, а посмотри вот там вот это, вот это, и ты по-другому будешь подавать. Она уже тоже взрослеет, и у нас же есть ещё детская программа «Открывашка», она уже начинает тоже анализировать, что в эфир ты выдаёшь. Мама, что ты выдаёшь в эфир? И как, и с какой эмоцией эта подача происходит. И то же самое, наверное, с людьми, которые пытаются город менять с хорошими эмоциями, с хорошими ощущениями, вот мне кажется, что люди, которые участвуют в ваших лабораториях и лекциях, они действительно по-другому осознают эти процессы. Ну, по крайней мере, я думаю, что на это это и направлено действительно. Это действительно так. И мы когда планировали с Ириной Брежневой, не забываем, что Ирина Брежнева – это один из генераторов этой идеи и куратор нашего проекта. Мы с ней, когда планировали этот проект, изначально мы хотели и так, и так, и то, и то, потом говорили, давай его сужать. Пусть у нас будет много времени, но мы качественно проработаем глубоко какую-то одну тему, какой-то один жанр или что-то ещё, какой-то инструмент. И мы взяли вот видеотанец, мы взяли город, и вот у нас весь проект в течение года, он стартовал в январе и закончится в октябре-ноябре, мы весь этот год достаточно активно, на мой взгляд, пока идём, вот смотрим с разных ракурсов, с разных точек зрения, давая возможность нашим участникам получить максимум информации, максимум инструментарий «Я», с которым они уже сами потом могут формулировать, создавать собственное высказывание о своём городе. Присоединяйтесь к движению в нашем городе завтра в 19 часов в инженериуме, в 315-м, 35-м, 335-м аудитория. А промежуточные итоги вы увидите в ближайшую ночь музею 19 числа там же в инженериуме, а осенью нас ждёт большое отчётное, так можно сказать, мероприятие. Мы посмотрим на результаты нашей совместной деятельности. Благодарим Дарью Ткачёву, Александра Любашина и Дину Верютину. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо.